Здравствуйте! С вами Марина Романюк и первый осенний выпуск информационной программы недели города. Смотрите сегодня. Обновленный день знаний. Сразу в 20 школах Рязанской области провели капитальный ремонт. Губернатор Павел Молков побывал в одной из них. Хоккейные борки. К 1 сентября группа компаний «Зеленый сад» подарила школе номер 29 «Новый корт». А скоро здесь возведут еще и площадки для воркаута и стритбола. Мусорное дело. Под домашний арест отправлен руководитель Турлатовского полигона Валерий Деев. Подробности уголовного дела в нашем специальном блоке. Сегодня день знаний. В Рязанской области за партой сели 118 тысяч детей, включая почти 13 тысяч первоклассников. В 20 школах завершен капитальный ремонт. Губернатор Павел Молков сегодня побывал в одной из них, номер 15, и поздравил учащихся и педагогов с Днем знаний. В школе отремонтированы крыша, фасад, все помещения, заменены системой отопления, водоснабжения и освещения. Кроме того, в учреждении обновлена мебель, установлено современное учебное оборудование, включающее интерактивные панели, лабораторное оснащение, наглядные пособия. На это было направлено 75,6 миллионов рублей. Также за дополнительные средства из регионального и муниципального бюджета проведено благоустройство прилегающей территории и смонтирована система комплексной безопасности здания. Очень позитивно все получилось. Сделали абсолютно все, фасад, кровлю, внутренние ремонты переоснастили, современные учебные материалы. То есть школа стала совсем другой. Но при этом она не стала какой-то холодной и бездушной, а наоборот здесь очень много души, энергии и позитива. Я вижу то же самое и от учителей, и от детей. Все очень здорово. И я рад, что у нас вот такие объекты появляются, их становится все больше и больше. А вот у школы номер 29, что в Борках, сегодня двойной праздник. Компания «Зеленый сад» ко дню знаний сделала подарок. Возвела настоящий хоккейный корт. Скоро здесь построят еще площадку для воркаута и стритбола. Первое сентября для учеников школы номер 29 день особый. Можно сказать праздничный вдвойне. Ну а как иначе, если прямо во дворе появился новый красивый хоккейный корт? Группа компании «Зеленый сад» возвела коробку практически за два месяца. Настало время подарить этот стадион школе. В том, что именно здесь, в Борках, был необходим хоккейный корт, местных жителей убеждать не пришлось. Во-первых, в поселке есть свой клуб ночной хоккейной лиги, а во-вторых, в 29-й школе сложилась уникальная практика, когда на коньки ставят с первого класса. От того, как учитель настроит, заинтересует детей, особенно в младшей школе, зависит зачастую, как они будут учиться все последующие 11 лет. Поэтому, да, обновили хорошо. Да, нас уже в первом классе пригласили в команду. Вот мы тоже занимаемся, очень рады, что теперь у нас новая хоккейная коробка. Вот и ребята будут заниматься здесь и тренироваться зимой по несколько раз в неделю. И родители учеников, и руководство школы такому подарку, безусловно, рады. Установка площадки буквально за летние каникулы стала для них настоящим сюрпризом. Все жители поселка Борки сначала видели, как техника здесь работает, ну а сегодня вот радостно наблюдают на ее открытии. Я думаю, что это радость не только для учащихся педагогов, но и для всех жителей поселка Борки, потому что здесь будут проводить соревнования как дети, так и взрослые. Все дети становятся на коньки, осваивают движения, а затем уже приобщаются к игре в хоккей. На коньках, как настоящие спортсмены. Девчонки осваивают элементы фигурного катания. Супер! Нам очень нравится. По тендеру от администрации города к возведению хоккейного корта строители группы компании «Зеленый сад» приступили только в июле. Работали ударными темпами. Сегодня это полноценный игровой хоккейный корт. Открытие данного стадиона – это большой шаг в развитие детского спорта и также поддержку школы. Из-за особенностей этого стадиона, стадион нестандартной формы, как местные дворовые площадки 20 на 40, стандартные размеры. Данная площадка составляет размеры 25 на 50. Это непосредственно была просьба администрации для того, чтобы сохранили параметры старой площадки. Также установлены профессиональные новые борта, есть специализированная бытовка, в которой ребята, как взрослые школьники, так и молодые ребята могут переодеваться в тепле. Впрочем, на этом сюрпризы от «Зеленого сада» для школы не закончены. Уже с понедельника здесь приступят ко второму этапу обустройства. Рядом с новеньким кортом появятся две площадки для воркаута и стритбола. Новый учебный год привнес в сферу образования несколько изменений. Уже этой осенью во всех школах нашей страны начнут вводить единый стандарт среднего образования. Если раньше каждая школа могла вести обучение по своей программе, то теперь последовательность изучаемых предметов и тем будет строго регламентирована. Чего еще ожидать в сентябре, расскажем далее. Основы по борьбе с коррупцией станут частью школьной программы уже этой осенью. Об этом сообщает Минпросвещение России. Предполагается, что тема коррупции будет рассматриваться на уроках литературы, истории и общества знания. Кроме того, в новом учебном году вступает в силу закон об обязательном трудовом воспитании школьников. Теперь ученики будут обязаны убираться в классах, помогать в библиотеке. Школьников также можно будет привлекать для участия в патриотических и добровольческих акциях. Причем согласия родителей на это не нужно. Начальная военная подготовка станет обязательной для всех школьников 10-11 классов. В программе изучение оружия и правил обращения с ним, средства индивидуальной защиты и оказания первой помощи. Со следующего года ребята смогут также освоить основы применения беспилотников, а также способы противодействия им. А еще в школы вернут серебряные медали. Теперь они будут называться за особые успехи в учении второй степени. Для получения такой медали в аттестате не должно быть более двух четверок. Остальные отметки должны быть отличными. С начала осени родителям и опекунам детей-инвалидов полагается дополнительный оплачиваемый отпуск в размере 24 дней подряд. Предполагается, что эти выходные станут возможностью отвезти ребенка на санаторно-курортное лечение. 1 сентября фармацевты будут обязаны отмечать продажу рецептурных лекарств в системе мониторинга. Это необходимо для того, чтобы россияне перестали заниматься самолечением. Если аптека работает легально, купить рецептурный препарат без письменного назначения врача будет невозможно. В первый месяц осени неработающим пенсионерам увеличат выплаты. Пенсию по инвалидности и старости индексируют автоматически. По предварительной оценке Минтруда и социальной защиты, размер увеличения пенсии по возрасту неработающего пенсионера в среднем составит 737 рублей. Уже с начала осени правила для продажи вейпов ужесточат. Распространять электронные сигареты по цене, ниже установленной правительством, будет запрещено. По прогнозам экспертов, рост может составить порядка 30% от текущей стоимости. С сентября будут обновлены программы обучения в автошколах. Для категории B, например, увеличено количество часов на езду по улицам города. Также водители смогут пройти переобучение по сокращенной программе на право управления другим видом транспорта. Вводятся новые правила выбора управляющей компании. Теперь решение может быть принято только, если проголосуют более 50% от общего числа собственников помещений. Ранее достаточно было 25%, что приводило к конфликтам и позволяло фальсифицировать данные. Кристина Бочкарева, телекомпания «Город». Наши коллеги из газеты «Комсомольская правда. Рязань» сообщают, что руководитель печально известного полигона отходов в Турлатово Валерий Деев вместе с еще двумя соратниками задержан следственными органами. Эту историю с Турлатовской свалкой мы уже не раз поднимали в своем эфире. И, судя по всему, у нее будет логичный итог. Пока что, как пишет «Комсомолка», всех задержанных отправили под домашний арест с запретом совершать определенные действия. Да, мера пресечения мягкая, возможно, просто по новым рекомендациям. Но ли потому, что уголовное дело Следственный комитет, как заявлял губернатор Павел Малков, еще в июне уже направил в суд. «Следствие установило злостное нарушение. Собрана доказательная база. Дело передано в суд. Я благодарю коллег и Следственного комитета за эту работу. Дальше будем двигаться все вместе и с правоохранительными органами, и с федеральными ведомствами. Процесс этот непростой, но отступать здесь категорически нельзя». В деле, перед которым отступили два предыдущих губернатора, нынешний, похоже, намерен поставить твердую точку. Напомним, с 2006 года собственник свалки в Турлатово сменялся более 15 раз. Летом 2019 года сотрудники Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры зафиксировали здесь наличие твердых коммунальных отходов третьего и четвертого класса опасности. А уже в конце августа 2019-го на территории случился пожар. «Руководители данной организации данные решения игнорировали, не выполняли. Кроме того, они переоформили данное сооружение, заключали фиктивные сделки, якобы продавая это отходы. Фиктивная фирма. В Москве незаконно учредили юридическое лицо, который, ну, собственник там за денежное вознаграждение фактически не знал, что происходит. Соответственно, фиктивные договора были составлены, якобы эти отходы были проданы». Все эти махинации тоже легли в уголовные дела. Сегодня руководителя предприятия обвиняют в злостном неисполнении вступившего в законную силу решения суда. Максимальное наказание по статье до двух лет лишения свободы. На саму же территорию шлама накопителя наложен арест, деятельность на полигоне запрещена. Ну, хотя бы так. Губернатор Павел Малков, комментируя задержание фигурантов, заявил, что все без исключения должны себе уяснить, что мы работаем по правилам. История того, как закрытие Турлатовского свалки стала для губернатора Рязанской области личным гештальтом в нашем следующем материале. Еще в должности временно исполняющего обязанности губернатора области Павел Малков во время своей рабочей поездки в Рязанский район в июле прошлого года обратил внимание на скандальную свалку. Тогда глава региона заявил однозначно – будем добиваться закрытия полигона. «Огромное количество проверок, выигранных судов, судебных решений. Но почему-то объект по-прежнему находится на месте и прекрасно функционирует. Вот это точно совершенно место, которое требует особого внимания и какой-то более уже явной реакции, назовем это так. Поэтому с этим объектом будем еще очень внимательно разбираться». В ноябре прошлого года региональный следком возбудил уголовное дело о нарушении правил обращения с экологически опасными веществами и отходами. Следователи установили, что на полигоне находится более 300 тысяч тонн отходов различных классов опасности. Тут и сейчас легко можно найти свежие следы ядовитых отходов. На имущество собственников наложили арест. Об этом тогда же написал Павел Молков в своем телеграм-канале. И буквально вчера четырем фигурантам уголовного дела о незаконном размещении отходов на полигоне предъявили обвинение. Об этом сообщило Управление Следственного комитета России по Рязанской области. «В ходе следствия установлено, что руководители коммерческих организаций действуют в составе организованной группы в соответствии с распределенными ролями получили незаконные лицензии и санитарные эпидемиологические заключения на деятельность по обращению с химическими веществами и отходами на территории комплекса гидротехнических сооружений в районе Турлатова города Рязани, а также подали в региональное управление Росреестра документы о незаконном переименовании этих объектов в полигоны промышленных и твердых бытовых отходов». Вместе с предпринимателем Валерием Деевым задержан его сын Алексей. В отношении обвиняемых Следственный комитет избрал меры пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде. Свою оценку действий правоохранителей дал губернатор Павел Малков. «Я хочу поблагодарить здесь правоохранительные органы за то, что вот эта реакция была, что дана оценка фактом и сейчас идет соответствующая работа. Мы дальше будем везде, где есть такие случаи очевидного несоблюдения тех или иных требований, будем добиваться соответствующей реакцией. Потому что нужно, чтобы все поняли, что все-таки работаем мы по правилам». Тем временем в штабе «Единой России» обсудили новые возможности онкологической службы региона. Главной темой обсуждения стали современные методы лечения и диагностики рака в Рязанском областном клиническом онкологическом диспансере. Не лечить запущенные формы онкологии, а выявлять заболевания на ранних стадиях. Такую задачу обозначил для своего министерства руководитель сферы здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников. Именно своевременная диагностика рака, по его словам, залог полного выздоровления пациента. Региональная медицина уже давно двигается в этом направлении. А в конце мая в Рязани открыли новый корпус онкодиспансера на 250 мест. Смертность от рака в регионе ниже с каждым годом. Региональный координатор проекта «Здоровое будущее партии Единая Россия» Роман Калинин отметил, что РязГМУ готов направить молодые кадры для работы в центрах амбулаторной онкологической помощи, расположенных в отдаленных районах нашего региона. Давайте приведем к прошлому году встречи с ординаторами медицинских специальностей и предложим им вашу базу для прохождения ординатуры и последующих устройств. Если они хотят там продолжить свою работу, надо начинать. В ординаторе это уж точно. В ходе обсуждения главный врач рязанского онкодиспансера Алексей Григорьев рассказал о новых методах лечения рака в регионе. Среди них малоинвазивная хирургия и комбинированные операции. Мы контролируем работу онкологов всей Рязанской области, проводим постоянно с ними именно в виде конференции-совещания, разрабатываем общепринципами реализации над проектом борьба с экологическими заболеваниями. Если есть какие-то вопросы, помогаем нашим коллегам-врачам. Важной частью круглого стола стало обсуждение недавней интеграции онкодиспансера в единую информационную систему медучреждения региона, которая играет ключевую роль в контроле за пациентами и порядком их обследования. Кроме того, рязанская онкослужба будет расширяться. Открыть САОПы планируют на базе крупных больниц областного центра 11 и ОКБ. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Самый разгар осенней охоты. И это время проверить, насколько рязанские охотники законопослушны. Инспекторы Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Рязанской области подвели итоги профилактического рейда «Осенняя охота», который они провели в период охоты на болотно-луговую дичь. Сезон «Осенняя охота» – долгожданное время для большого количества мужчин, потому что поклонников у этого занятия с каждым годом только прибавляется. Друзья пригласили на охоту, посмотреть, понравилось. Начал заниматься в основном осенью охотить, потому что работаю, не всегда получается выезжать ни зимой, ни по весне. В основном осенью. Ждал очень открытия. Открытие хорошо прошло. Есть у нас собака. Тимон зовут. Очень хорошо нам помогает, чтобы подранков не оставалось, достает. С самого старта сезона с 19 августа на территории Рязанской области начались оперативно-профилактические мероприятия под условным названием «Осенняя охота». Сотрудники Росгвардии совместно с представителями регионального министерства природопользования и линейного отдела полиции ежедневно проводили рейды по охотничьим угодьям для пресечения фактов незаконной охоты и нарушений в сфере оборота оружия. У охотника при себе во время охоты должны находиться следующие документы. Это разрешительные документы на оружие, путевка, охотничий билет. Ну, соответственно, оружие во время передвижения должно быть разряжено и зачехлено. Основные нарушения на охоте – это нахождение с оружием без разрешительных документов. Ну, либо забыли, либо их просто-напросто нет. Нарушения при, скажем там, передвижении. То есть, как я уже говорил, оружие должно быть зачехлено независимо, при себе оно, либо в автомобиле. Соответственно, по всем этим фактам составляется административный протокол. При необходимости изымается оружие, составляется административный материал и с последующими санкциями. По итогам рейда к административной ответственности привлечено 20 владельцев оружия. Сотрудники Росгвардии напоминают, что в ходе охоты запрещено применять оружие на расстоянии 200 метров от ближайшего населенного пункта, стрелять при плохой видимости, если точно не удостоверитесь, что целитесь в дичь, открывать огонь близ электропроводов по информационным знакам, а также загонять дичь таким образом, что остальные участники охоты располагаются с разных сторон. Запрещается ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии опьянения. Прокурором Рязанского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 67-летнего жителя села Подвязьи, обвиняемого в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью выразившимся в несгладимом обезображивании лица. По версии следствия, днем 1 января 2022 года обвиняемый шел через парк в селе Подвязьи Рязанского района. Проходя по парку, обвиняемый увидел своего знакомого, которого из хулиганских побуждений без объяснения причин ударил кулаком по лицу, причинив своими действиями травму глаза, повлекший за собой удаление глазного яблока. Также в марте прошлого года, находясь в деревне Насурово в гостях у своего племянника, пенсионер распевал с 39-летним хозяином дома спиртное. В процессе застолья между родственниками произошел конфликт, в результате которого обвиняемый нанес племяннику не менее 34 ударов ножом в голову и другие части тела, от которых потерпевший скончался на месте происшествия. Предварительное следствие по делу осуществлялось Рязанским МСО Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области. Дело направлено в Рязанский районный суд для рассмотрения по существу. На этой неделе российские города подверглись нападению беспилотников. Были атакованы сразу шесть регионов России. Псков, Брянск, Калужская, Рязанская, Орловская и Московская области. Пострадавших, к счастью, нет. В Пскове был атакован военно-гражданский аэродром. По уточненным данным, повреждено два самолета Ил-76. В Рязанской области этот фокус не прошел. Два дрона были сбиты штатными средствами ПВО. Хронология событий выглядела так. Ближе к полуночи начались сообщения об атаках на Псковский военно-гражданский аэродром. В сети стали появляться видео с трассерами, уходящими в ночное небо. Взорвать самолеты пытались не менее двух десятков БПЛА. Спустя час идут сообщения о взрывах в Брянске и Туле. В нескольких регионах введен режим «Ковер». Это когда пилотов принуждают приземлиться в ближайшем аэропорту. В 2.30 обнаружен первый беспилотник над Рязанской областью. Он успешно сбит. Второй дрон был замечен в районе 4 утра и тоже четко отработан системой ПВО. Минобороны России об инциденте в Рязанской области сообщило отдельным постом. Цитата. 30 августа около 4 часов по Москве пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Рязанской области. В российском МИДе на эту атаку дронов отреагировали категорично. В Пскове нападению подвергся военно-гражданский аэродром. В Брянске повреждено административное здание. В Дзержинском районе Калужской области беспилотный летательный аппарат попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов. Украинские беспилотники были сбиты в Московской, Орловской, Рязанской и Тульской областях. По предварительным данным, в результате этих атак пострадавших, к счастью, нет. Вместе с тем, налеты украинских беспилотников на мирные гражданские объекты еще раз подтверждают туристическую сущность киевского режима. Направление, откуда шел рой дронов, на больше остальных пострадавших Псков и другие регионы страны пока точно не определено. Возможно, запуск производили в Прибалтике, но есть версия, что маршрут пролегал в облет Белоруссии. То есть рой дронов вылетел из Сумской области и, теряя по пути часть аппаратов, до Пскова добрался уже изрядно потрепанным. Впрочем, версию с запуском десятков БПЛА с территории России пока тоже следствие не отвергает. Уличный художник из Венесуэлы создал серию муралов в Рязани. Хулио – художник, который создает креативные проекты в жанре паблик-арт. Его работы представлены и получали награды на многочисленных выставках по всему миру. В России, и в частности в Рязани, Хулио впервые. Здесь он взял на себя благородную миссию преобразить один из технических объектов Дашковой песочни возле культурно-досугового центра «Октябрь», чтобы подарить и жителям микрорайона, и горожанам в целом кусочек яркой культуры Венесуэлы. Однако и Рязани оставила свое впечатление в сердце художника. Это очень приятно и важно для меня. О своем творчестве сам художник, говорит так. «Моя художественная работа включает различные практики самовыражения граффити, мурализм, инсталляция. Это позволяет экспериментировать в общественных пространствах, говорить на языке улиц. В этом смысле мой поиск был направлен не только на техническое исполнение, но и на социальное взаимодействие. Я исследую опыт посредничества в современном искусстве. В городском пространстве возникают диалоги, противоречия, открытия. За этим очень интересно наблюдать». Коллектив телекомпании поздравляет всех школьников, студентов, учителей и преподавателей с Днем Знаний. А у меня на сегодня все. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова